Всем привет! Обзор смартфона Poco X6. Это версия на 12 гигабайт оперативной памяти. Уже на обзоре была версия на 8 гигабайт оперативки. Это чуть дороже версия, примерно на 10-15%, но уже с 12 гигабайтами оперативной памяти. 12-256 в белом цвете. Так, давайте посмотрим на комплектацию смартфончика. Ну тут в принципе все идентично. Скрепочка, чехол черный, силиконовый, документация. Дальше сам смартфончик, кабель и блок для зарядки 67 ватт с быстрой зарядкой. Теперь по самому устройству. Вот таким вот образом выглядит смартфончик в белом цвете. Вот этот цвет называется просто white, но он не совсем white. Он с такими вот волнами, как будто снег. Он больше на снег похож, этот цвет. Ну лично мне. Так, блок камеры, тройная камера. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Сканер, отпечатка пальцев в экране. Сверху порт для наушников, динамик, ИК-порт. Снизу основной динамик, Type-C порт и слот для сим-карточек. Так, разблокируем. Так, по экрану. Экран Full HD+, 120 Гц, AMOLED, корень Gorilla Glass Victus. Перейдем в настройки, посмотрим на версию операционной системы, что у нас изменилось, возможно, за это время. Ничего не изменилось. У нас также MIUI 14.0.6 и 13-й Android. 14-й Android идет у смартфона Poco X6 Pro с оболочкой Xiaomi HyperOS. Так, экран яркость делаем максимальный. Закрываем. Так, и открываем синтетические тесты. То, чем должно, по идее, отличаться, это результатами тестов синтетических. Ну, разница небольшая, она есть. Смартфон с 8 гигабайтами оперативной памяти набрал в этом тесте 580 тысяч. Этот набирает почти 600 тысяч. Вот, то есть на 20 тысяч Antutu баллов больше. Вот, такая вот разница есть. Antutu это видит и чуть больше результатов. Я думаю, это не статистическая ошибка, что если мы перезапустим, он наберет больше-меньше. А именно, вот за счет дополнительных 4 гигабайт оперативки у нас получается лучший результат. Так, в Geekbench 6 результаты сейчас я посмотрю, сравню, какие были. И смотрим результаты. Тут такие же результаты. Даже с 8 гигабайтами больше набрал в тесте процессора. А по тесту видеоускорителя... По тесту видеоускорителя, да, то же самое. Точно-точно. То есть тут, как бы, оперативная память гигабайт 6 не учитывается вообще. Так, вот Antutu ее учитывает и показывает чуть лучше результат. Ну, понятно, что мы будем иметь преимущество в многозадачности. Так, запускаем PUBG PUBG Mobile. Увидите игровой процесс. Посмотрим, будет ли он как-то отличаться. Так, такая же графика. Максимум и ультра. То есть, в этом плане, то, как будут работать игры. В принципе, в целом, по работоспособности системы, особых отличий у смартфона нет. Вот эти 4 гигабайта оперативной памяти, они как бы... Да, по бенчмаркам они играют. Думаю, что если вот запускать куча игр, куча программ одновременно на двух устройствах, мы тоже увидим разницу. Тут они будут работать дольше. Поддерживаться в оперативной памяти, очевидно. Но, если вы не запускаете миллион программ параллельно, то, в принципе, разницы не будет. Так что доплачивать особого смысла за просто дополнительную оперативную память не вижу. За встроенную память я бы доплачивал. Тут смысла больше. В общем, сейчас также покажу вам примеры снимков на камеру данного устройства. Камера тут... 64, плюс 8, плюс 2 мегапикселя. И увидите... Примеры снимков. Видео мы можем записывать у данного устройства. 64к 30 фпс или 1080 60 фпс. Окей, сейчас вы видите фотки. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok